Сегодня 14 марта. Суббота. Вся Польша у нас на карантине. С сегодняшнего дня даже закрыты границы. Не работают никакие заведения такие общественные. Ну, Костина работа работает. Обычно у нас здесь в парке всегда очень много народа. Сейчас вообще никого нету. Все скамейки пустые. Ну, люди наблюдаются. Вот даже папа с ребеночком гуляет. А так, да, очень тихо. И машин мало. И людей, конечно, мало. Обычно здесь только так шморгают через этот парк люди. Надо же. Прям какой-то зомби-апокалипсис. Вообще народа нету. Ну, правильно, вообще-то, конечно. Надо остерегаться и соблюдать все меры предосторожности. Одним голубям все пофиг. Гуляют себе, курлыкают. Гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу. И никакой им коронавирус. Не страшен, но птичий гриб не забываем. Субтитры сделал DimaTorzok А это мы сейчас на нашем вокзале. В принципе, народ есть, жизнь есть, все нормально. Некоторые магазинчики работают. Так что все еще не так плохо. Нормально. Галерия закрыта наша. Цукерни, кафе. Все на вокзале открыто. Все работает. Работники дезинфицируют перила. Закрыты, как я поняла, только международные направления. А так, внутри Польши все нормально, все нормально. Все ездят, все передвигаются. Магазинчик. На вокзале все работает. Вот. Мы сейчас зашли в нашу галерию. Все закрыто. Как и говорили, но народ сидит, потому что, во-первых, здесь тепло. Во-вторых, здесь есть Wi-Fi. А так, все закрыто. Все бутики, все магазинчики. И только эскалатор, как я в детстве ее называла, лестница-чудесница, работает. Зачем работает? Зря. Электричество жгут. А вот народ поехал на второй этаж. Интересно, зачем? Интересно, зачем? Игорь Негода. Сейчас мы почти в центре, вышли с вокзала. Вообще здесь обычно очень много народу. Народ есть, но очень мало. Кантор работает, аптеки, жабка, это все открыто. Не, ну правильно, людям же надо передвигаться внутри страны. Вот они и передвигаются, никто не запрещал. Вот вообще в самом центре народа никого, все закрыто. Ну вообще молодцы, конечно, что так ответственно подошли вот к этому делу. Вот наш ужон, мяско, они тоже закрылись от понедельника. Если у людей какие-то есть дела, то либо телефоном, либо электронично. В общем, серьезно подошли, и я считаю это правильно, чтобы не было такого распространения, как, например, в Италии, когда это вот как-то все серьезно не воспринялось, и результат. По Европе распространилась эта зараза. Все театры, все кино, все библиотеки, все увеселительные заведения, все торговые центры. Ну все забылось. Вот, например, трамвай едет, пустой, людей нету. В масках никто не ходит, но видела несколько раз, молодежь закрывают банданами рты. Ну, тоже, в общем-то, молодцы. Такая вот панорама. Тишина. Людей нету, удивительно. Ну нет, ну, то, что вот, да, удивительно то, что суббота, и обычно тут народу шастает море, море. Так, все тихо, все спокойно. В принципе, конечно, ничего ужасного в этом нету. Это даже наоборот все хорошо. Но единственное, что напрягает и что, ну, можно сказать, раздражает, это то, что вот в крупных маркетах, супермаркетах, вот мы были в четверг, ну, подчистую люди сметают какие-то определенные продукты. Например, у нас вот все было пусто. Мясо, макароны, рис, гречка. Ну, главное, все остальное есть. Молочка, фрукты, овощи, картошка. Все есть. А вот этого нету. Именно вот это вот напрягает просто. Вот не знаю, зачем это люди делают. Ну, про туалетную бумагу я, конечно, уже мрачу. Это уже, как говорится, притча выязвится. А так, в общем-то, все нормально, все спокойно. Надеюсь, что у нас все будет хорошо. А так, в общем-то, все будет хорошо. А так, в общем-то, все будет хорошо. Субтитры подогнал «Симон»